Время героев Дорогие ветераны, гости, студенты и педагоги судомеханического техникума, мы рады приветствовать вас на знаменательном событии в жизни нашего техникума, открытии после реконструкции мемориальной доски в память о Герое Советского Союза Владимире Викторовиче Орехове. Разрешите считать наш торжественный митинг открытым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня день воспоминаний и в сердце тесно от высоких слов. Сегодня день напоминаний о подвиге и доблести отцов. О подвигах стихи слагают, о славе песни создают. Герои никогда не умирают. Герои в нашей памяти живут. В 1966 году Владимир Орехов, окончик наше учебное заведение по профессии сборщик корпусов, работал на основном производстве Амурского судостроительного завода, откуда в ноябре 1967 года и был призван в ряды советской армии. Службу проходил в Приморье, где в это время разгорался пограничный конфликт за русскую землю острова Даманский. Рота, в которой служил Владимир, была выдвинута на поддержку пограничной заставы. 15 марта, в боевых действиях с неприятелем, Владимир Орехов был командиром пулеметного расчета. Будучи раненым, он вызвался прикрыть отступление своей роты метким пулеметным огнем. Спасая жизни сослуживцев, он получил смертельные ранения и погиб на поле боя. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 июля 1969 года за мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, младший сержант Орехов посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. В 2014 году по распоряжению правительства Хабаровского края коллективу техникума за достижение в области патриотического воспитания было присвоено его имя. Мы гордимся, что наше учебное заведение на протяжении 8 лет носит его имя. В сегодняшнем событии мы хотим отдать дань уважения его подвигу и оставить память об этом событии для будущих поколений. Помимо студентов, на нашей церемонии присутствуют почетные гости. Ветераны и участники боевых действий на острове Даманском. Представители боевого братства. Представители Коммунистической партии России и средств массовой информации нашего города. Военный комиссар города Комсомольска на Амуре. Самый важный наш гость сегодня это родная сестра Владимира Викторовича Орехова Татьяна Викторовна. Татьяна Викторовна, вам первое слово. Да. Здравствуйте, ветераны и учебники техникум. Большое вам спасибо. Что мы помним и будем помнить. А также поздравляю с наступающим праздником. Спасибо, Татьяна Викторовна. Слово предоставляется первому секретарю городского правитета КПРФ Павлу Валерьевичу Трутневу. Именно ему и Антоновичу Александру Владимировичу принадлежит инициатива капитальной реконструкции мемориальной доски. Павел Валерьевич, вам слово. Спасибо. Огромная благодарность всем неравнодушным жителям города Юности за помощь в реставрации доски Орехова. Именно вы все подвигли нас на восстановление доски Героя Советского Союза. Большая благодарность всему коллективу техникума и директору Наталье Александровне. Наталье Александровне. Спасибо вам, что вы откликнулись на наше предложение отреставрировать доску Героя. Большая благодарность моему верному товарищу по партии Александру Владимировичу Антоновичу. Именно Александр взял на себя основную работу по организации доски, по реставрации доски Героя Советского Союза. Большая благодарность ветеранам Томанцев за защиту рубежей Советского Союза. Спасибо вам. И хочу в заключение добавить, что я горжусь, что я родился на улице Орехова. На улице защитника рубежей границы Союза Советских Социалистических Республик. Ура! Спасибо. Слово предоставляется директору Комсомольского на Амуре судо-механического техникума имени Героя Советского Союза Владимира Викторовича Орехова Зверевой Наталье Александровне. Комаровский край писал немало славных страниц, героическую летопись нашей Родины. События на острове Даманском, овеянные доблестью и пропитанные кровью, занимают в ней особое место. Более полувека назад на острове среди пограничной реки Уссури советские воины показали пример доблести и отваги. Преклоняясь перед их подвигом и воспитывая на их примерах, мы будем продолжать работу по патриотическому воспитанию наших обучающихся. Я уверена, что если придет время, они как один встанут на защиту нашей Родины. Нам повезло, что в канун празднования Дня Победы, в канун событий, таких главных и важных для нашей страны, нам посчастливилось повстречаться с Павлом Валерьевичем Трудневым. Конечно же, мы согласились на его инициативу отреставрировать или на реконструкцию мемориальной доски Владимиру Викторовичу Орехову. Она висела у входа нашего главного корпуса более 45 лет, точнее сказать, 47. И, конечно же, это очень символично, что в канун Дня Победы, как более 47 лет назад, в 1975 году, она была открыта, сейчас она получила вторую жизнь. Я благодарна всем людям, причастным к этому, не побоюсь этого слова, историческому событию, потому что не каждому учебному заведению выпадает честь носить имя Героя Советского Союза. А сейчас разрешите представить вашему вниманию следующего нашего гостя. Федоров Павел Лугич, писатель-краевед, ветеран Амурского судостроительного завода. Именно под его руководством более 45 лет назад был создан проект будущей мемориальной доски, бюро эстетикой и новой техники завода ЗНК. Впоследствии этим же бюро она и была изготовлена. Павел Лугич, вам слово. Дорогие присутствующие, очень приятно видеть молодежь, молодежь, которая вступает и учится в техникуме, это сначала, потому что когда мы такие же пацаны были, понимаешь, и начали свою трудовую жизнь, а я начал в 1948 году закончил учебное заведение, можете представить, сколько прошло лет. В этом как раз во время нашей работы здесь и случилось, что мы узнали о Даманском. О Даманском многое не писали, многое не писали. Как-то сокращенно, но потом, когда случилось уже боевые действия, конечно, было обозначено, но не назывался, и даже кто там, понимаете, пострадал, кто, понимаете, был ранен и прочее. Я хорошо запомнил, поскольку в то время я находился на общественной политической работе, был заместителем секретаря парткома завода, а завод у нас был не маленький, а громадный, был поэт и коллектив большой. Вот как раз мы принимали, понимаешь, семью, значит, в нашем помещении партийного комитета принимали, значит, приехала вдова, приехал мальчик, сын его, и приехала жена. И вот мы выражали соболезнования, как могли. И я почувствовал, что, вот, так сказать, вот эта такая земная связь, все-таки она продолжится. Потом появилась инициатива сделать доску. Ну, доску сделали мировой эстетики, у нас возглавлял тогда некий конструктор Шумов. И вот все это было сделано. Всегда там были цветочки, куда не пойдешь, потому что всегда за этим делом 26-й цех следил, и все это было натурально, все это было действительно патриотично, как сейчас об этом говорят. Но они все соблюдают. Вы знаете, я тоже не могу переживать, когда, значит, вот на Украине сбросили, понимаете, Конева, значит, с Псидистала. Тот, который освобождал, да и уже маршал, который освобождал эту территорию. Поэтому, дорогие друзья, всем техникам в будущем, а я вам завидую еще почему, молодежи, что вы пошли в техникум, а не в институт сначала. Почему? Потому что вы обязательно будете более квалифицированными специалистами. Это у всех по-разному бывает. Но технику, прошел технику, прошел практику уже начальную, совсем по-другому идет учебный процесс. Поэтому я поздравляю вас с этим большим днем, днем победы. Всем здоровья и большого успеха. Огромную и неоценимую помощь в организации процесса реконструкции доски оказал житель нашего города Александр Владимирович Антоновичев. Предоставляем ему слово. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, ну, я... Вообще-то, являясь представителем КПРФ, так же, как Павел Валерьевич Труднев, мы вместе с Павлом Валерьевичем Трудневым два года назад отреставировали первую доску Владимиру Орехову, которая находится у нас по улице Орехова, 54. С тех пор прошло два года, и мы решили с Павлом Валерьевичем взять как бы за практику помочь нашему городу в реставрации вот таких памятных досок. Я думаю, что и в дальнейшем мы будем делать то же самое. Еще я хочу, что товарищи, друзья, ученики, мы должны очень памятно относиться к таким вот солдатам нашим, которые отдали свою жизнь. Самое ценное, что у них было, свою жизнь за нашу Родину. Вы знаете, что в вашем техникуме учился и Гадаев Тимурбек, который недавно погиб в спецоперации на Украине. Мы тоже с Павлом Валерьевичем Трудневым разместили его фотографии на баннерах по нашему городу. То есть мы будем делать все, наша партия Капареев будет делать все, чтобы память о наших героях была в наших сердцах, в нашем городе, да, всегда. Все, спасибо большое. Слово предоставляется представителю организации ветеранов, представителю боевого братства Жилину Борису Евгеньевичу, который учился и воевал вместе с Владимиром Викторовичем Ореховым на острове Даманском. Здравствуйте, ребята. Мне тоже выпала честь защищать свою Родину в 69-м году. Ну, Владимира Орехова я знаю, потому что учился вместе с ним, он в 21-м училище рядом, а я в 6-м училище, но они родственные училища были. Ну, другом я его не был, но знать его знал. И 69-й год, весна 69-го года взорвалась тем, что, значит, китайские националисты, или как их там назвать, напали, значит, ну, захватили остров Даманский. И мы, значит, нас по тревоге, всех военнослужащих подняли по тревоге, и мы, значит, выступили на границу по защите острова Даманский. Я служил в артиллерийских войсках. Мне было намного легче, чем, допустим, Владимира Орехова. Тот непосредственно принимал участие, он видел врага, а я его не видел. Я, значит, стрелял из дальней огневой позиции. Но наш дивизион, которым я служил, уничтожил, значит, две батареи противника и, значит, скопление живой силы. Это произошло, значит, 15 марта. Ну, собственно, после этого я тоже заканчивал уже службу в армии, потом приехал сюда, в город Комсомольский, и также работал на строительном заводе. Вот, собственно, и вся моя война. Спасибо. Спасибо. Мештурное слово предоставляется военному комиссару города Комсомольска-на-Амуре Менщикову Сергею Петровичу. Сергей Петрович, вам слово. Владимир Петрович Олег, наш земля. В свое время он занимался, причем учился, работал нашим городом. Прошло немного времени. Парень молодой, огиб, выполняет свой воинский толк по защите рубежей нашей города. Когда же он успел задолжать-то? А долг его заключался в том, чтобы мы с вами родились, выросли, выучились. И сейчас наш долг воинский, гражданский заключается в том, чтобы мы помнили его. Тут написано, погиб. Погиб он тогда, когда мы переставним его помнить. И выполнили свой долг по защите нашей Родины. Так, как выполнил его Кедаев Тимур Гер. И мы надеемся, что это будет выполнено. Пока мы будем помнить о нем, мы будем с вами жить, будет жить наша страна. Переставим помнить исчезнение, как нация, как государство. Поздравляю вас с наступающим Днем Победы. Желаю вам успеха в учебе и помнить, помнить тех, кто отдал свою жизнь за нас с вами. Спасибо. Спасибо. Уважаемые участники торжественной церемонии. Почетное право открыть мемориальную доску Владимиру Викторовичу Орехову предоставляется организаторам реконструкции Крутневу Павлу Валерьевичу и директору нашего техникума Зверевой Наталье Александровне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благодаря беспримерному мужеству Владимира Викторовича Орехова и наших пограничников противник в ходе превосходящей по численности был отброшен. Бой, который приняли первая и вторая заставы у острова Даманский показал их героизм, унеся в бессмертие 58 из них. Мы всегда будем восхищаться подвигом наших солдат, беззаветно выполнивших свой воинский долг, в том числе и ценой собственной жизни. Вечная память погибшим. В память о них минута молчания. ПО ТОРМАЗВСТВЕНЕЩИ ЕБЛОДИ СУКЛАИ Вечная память о ф拿 Ari Приглашаем всех участников митинга возложить цветы к мемориальной доске. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо всем, кто пришел к нам сегодня. Мы желаем вам здоровья на долгие годы и чистого неба над головой, счастья и благополучия, мира вам и процветания. На этом торжественный митинг, посвященный открытию после реконструкции мемориальной доски память о Герои Советского Союза Владимире Викторовиче Орехове, считать закрытым. Аплодисменты Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»